У меня накопилось уже столько покупок, что они просто не помещаются на подоконнике, и я решила, что все, хватит уже копить, нужно начать вам показывать, что же я тут купила. Очень-очень много покупок из Wildberries и из Ozone, есть с Sin, также есть из Фамилии, из Галамарта, тут вообще целый пакет подарков на 8 марта моим подружкам, совсем скоро я это буду дарить. Не знаю, когда это видео выйдет, наверное, уже после 8 марта, но я все равно хочу показать, что же я буду дарить на 8 марта. Так, давайте начнем, наверное, обзор вот с такого пакетика с Wildberries, потому что тут такая классная штука есть. Я сначала эту вещь увидела в инстаграме у одной девочки, спасибо ей за то, что она оставила там сразу артикул, так что сразу я добавила себе вызбранное. Так как в наличии этой вещи не было, я ее отслеживала, наверное, недели полторы, никак она в наличии не появлялась. И вот, наконец-то, как только я увидела, что она появилась в наличии, я сразу же заказала. И это вот такая милейшая курочка. Ой, ну смотрите, какая она классная. Она керамическая, вот с таким милым рисунком. Тут даже есть выпуклость, показывающая, что у нее есть крылышки. Вот такие вот. Ну какая красивая. Классно, что я ее дождалась. Классно, что она снова появилась в наличии. И нисколько не жалею, что заказала. Очень она классная, мне нравится. На Пасху поставлю на стол или куда-нибудь на столешницу, и будет она меня радовать. Стоила, по-моему, рублей 600, может быть, чуть-чуть дешевле. Я очень сильно надеюсь, что похожие курочки появятся в каких-нибудь других магазинах, может, даже в фикс-прайсе, и там они будут стоить дешевле. Но если нет, то, конечно же, можно купить и на маркетплейсах. Так, ладно, курочку показала. Ой, ну как она мне нравится. Давайте двигаться дальше. Следующая покупка у меня также с Вальберес. Это батончики для моей подружки на 8 марта. Она их очень сильно любит. Они продаются не во всех магазинах, поэтому я ей решила сразу коробочку подарить, пусть она себя радует. Это вот такие батончики. Они с арахисовой пастой, насколько я понимаю. Тут разные вкусы. Есть кокос, есть молочный шоколад, есть пельгийский шоколад. И еще один молочный шоколад. Вот с арахисовой пастой написано. Я такие батончики уже пробовала, мне даже кокосовый понравился, но для меня как-то в составе слишком жира что-ли много, ну масла слишком много, а так они вкусные, но не на каждый день. Но подружке они нравятся, поэтому я решила подарить на 8 марта. Надеюсь, что она будет рада. Следующая покупка у меня также с Wildberries, и это носки от BeFree. И это не обычные носки, это новогодние рождественские носочки. Не знаю, у меня просто какое-то открытие в прошлом месяце случилось. Я прям в шоке от того, что я до сих пор до этого не додумалась. В предыдущие годы я этим не занималась. Оказывается, можно же после Нового года весной скупать по распродаже по низким ценам новогодние носки. Представляете? Вот раньше, то есть в Новый год зимой они стоят где-то рублей по 400-450, ну или там по 350. А сейчас я купила по 129 и 149. То есть вот смотрите, какой лайфхак. Сейчас весной можно скупать такие носочки и оставлять до следующей зимы, и потом самой пользоваться ими, или, например, дарить. По-моему, очень классно. Не знаю, почему до сих пор я до этого не додумалась, но вот пользуйтесь таким лайфхаком. Я, наверное, закажу еще несколько пар таких носков, потому что они 100% или мне пригодятся, или на подарки. Так что вот тоже пользуйтесь моим советом. Сейчас можно по хорошим скидкам скупать это все, ну, в принципе, как и зимнюю одежду, я думаю. Так, дальше, еще одни носки, но это уже конкретный подарок. Это на 8 марта для моей подруги. Мы довольно часто с подружками договариваемся, что друг другу дарить. И вот я у нее спросила, она говорит, подри мне носки. Не знаю, шутила она, не шутила, но носки она на 8 марта получит. Тем более, смотрите, какие они классные. Ой, тут еще и значок в подарок. Ой, милота. Вот такие вот носочки я нашла. Это, я так понимаю, гуси. Вот одна пара, вот вторая. Но мне больше всего вот эти нравятся, такие смешные. Я 100% уверена, что подружке они понравятся. Она любит, в принципе, гусей. Такие смешные принтики, рисунки. Так что вот захотела носки на 8 марта, пожалуйста, получай. Я, конечно, это все посимпатичнее упакую и подарю. Так, свайлберис закончились покупки. Давайте покажу, что же я принесла из Син. Не устояла, не устояла. Купила себе очередную сумочку. У меня вот никогда не было такого большого количества сумочек, как сейчас. Но я, видимо, опять-таки прозрела, что можно менять аксессуары чаще, чем раз в год. И купила себе вот такую сумочку за 1000 рублей. Там была точно такая же еще черного цвета. Но черных маленьких сумочек у меня и так много. А вот на лето, на весну захотелось чего-то светлого. Мне понравилось качество. Видите, что все аккуратно. И несмотря на то, что она довольно маленькая, она вполне себе вместительная. Вот тут есть еще кармашек внутри. То есть телефон, ключи, кошелек, косметичка маленькая, документы какие-то. Все поместится. Еще классно, что здесь сзади нет замочка. Вообще не люблю сумки вот тут с замочком. Потому что мало того, что это выглядит некрасиво, это еще и портит одежду. Вот этот замочек часто оставляет зацепки на одежде. Так что вот такая сумочка теперь у меня есть. Так, дальше. В Галамарте я купила вот такие разделители для холодильника. Я знаю, что они есть везде на маркетплейсах. Мне даже зрители советовали такие штуки купить. Я думала, да зачем мне такое? Как я вообще этим буду пользоваться? В принципе, и так хорошо. Но решила купить на пробу. В комплекте их 4 штучки. Но здесь осталось 3, потому что один из них я уже поместила в холодильник. Примеряла, как им пользоваться. Как вообще-то будет смотреться. Давайте еще разместим парочку и пойму я, надо мне это или не надо. Смотрите, кто тут? Кто тут? Когти точит. Пух. Ну и как обычно у меня спросят, где второй кот. Вот, пожалуйста. Вот он тут лежит, отдыхает. А то меня под каждым роликом спрашивают, где второй кот. Вот здесь он отдыхает и просто не хочет участвовать в съемках, потому что он ленивый и сонный. Итак, смотрим. Вот я разместила уже один разделитель для того, чтобы баночки друг от друга не бились и не звенели, когда открываете дверцу. Сейчас хочу разместить тут еще один. Кстати, они довольно тугие, поэтому нужно аккуратно вдевать. Вот еще один. И вот, смотрите, никакого звона. Все ровненько стоит. Мне, в принципе, нравится. Наверное, помещу все остальные сюда и буду радоваться, что у меня теперь так все аккуратно. Следующая покупка у меня из фамилии. Наконец-то там снова в наличии появился вот такой попкорн. Я вам его уже показывала не знаю сколько раз, но он почему-то из наличия быстро пропал, а на Вайлберисной зоне стоил дороже, чем в фамилии. Тут стоит 75 рублей. Вот я сразу купила несколько пачек. Это, знаете, такой быстрый вариант приготовления попкорна. Буквально там сколько? Минут 5, и у тебя уже есть готовый попкорн со вкусом сливочного масла. Тут хороший состав, и вообще это очень вкусно, так что рекомендую. Но, конечно, если вдруг нам будет не лень заморачиваться с попкорном, мы купили вот такие зерна. Тоже наша постоянная покупка. Это уже с Озона. Сразу такую большую пачку взяли. Классно, что идет в банке. Можно хранить сразу в этой же банке. Артем очень классно готовит на сковородке попкорн с разными специями. Поэтому вот такие зерна у нас тоже всегда имеются дома. Дальше. Заходила я в Магнит Косметик, и не знаю, почему я решила именно сегодня купить вот такой вот бальзам для губ, который увеличивает губы. То есть тут, по-моему, ментол, что ли, в составе, или что-то похожее. То есть этот блеск немножко щиплет губы. Из-за этого они чуть-чуть становятся пухлее. Я уже опробовала. Да, действительно щиплет. Но какого-то сильного объема я не заметила. Так что считаю, что я потратила 700 рублей зря. Идем дальше. Еще в Син я купила вот такие вот игрушки для котов. Там, знаете, я с большим удивлением заметила, что в Синсее начали появляться товары для животных. Даже целый стенд. Конечно, большинство товаров для собак. Но все равно для кошек тоже кое-что есть. Например, вот такие мышки. Какой-то еще шарик. Там штука тоже двигается. Цена 299 рублей. Пока что я им еще не давала. Но чуть-чуть позже им дам. Надеюсь, они будут рады. Я думаю, что котам понравятся игрушки из такого материала. Потому что за него будут легко цепляться коготки. И можно будет раскидывать эти мышки очень далеко. Также в магазине Син я купила себе базовую майку. Она мне всегда нужна. Ну, именно вот такие майки. Они мне всегда нужны, чтобы носить под свитером, под каким-нибудь худи или свитшотом. Я не могу носить на голое тело какую-нибудь такую одежду. Типа свитера. Ну, не на голое тело, а на нижнем белье, конечно. Но мне все-таки нравится, когда там есть еще одна прослойка. Типа тонкой футболки или майки. И вот на этот случай я купила маечку. Стоила она недорого. 299 рублей. Взяла размер С. Знаете, даже без примерки взяла. Уверена, что она мне подойдет. Это хлопок, врубчик. Эти маечки у меня просто расходные материалы. Потому что я их занашиваю до непотребного состояния. Так что они мне всегда нужны. Пользуюсь ими очень-очень часто. Особенно в холодное время года. Летом тоже можно носить. Но, в принципе, зачем, если у меня есть более привлекательные топики разные. И футболочки. Ой, девочки. Я снова купила носки. Да. Можно бить меня по рукам сколько угодно. Можно сколько угодно мне давать обещание, что я их не буду покупать. Но все равно я не могу устоять. Я носочный маньяк. Я об этом уже говорила 100-500 раз. Так что не нужно меня осуждать. Просто давайте меня поймем и простим. Купила я себе в Галамарте вот такие носки. Это моя повторная покупка. Они очень высокие. Прям мне нравится, как они смотрятся с лоферами. Я их носила осенью. Также можно с невысокими ботиночками, чтобы носки чуть-чуть были видны. Это сейчас очень модно. Поэтому я решила, пусть у меня будут еще один такие носочки. Первые я уже очень сильно заносила. Так что мне вторые точно нужны. Вот на эти носки я смотрела, наверное, еще месяц назад, когда они только начали поступать в продажу. Это из магазина Син. И тогда у меня хватило силы воли не купить их. Но в этот раз, видите, я не устояла. Купила, потому что тут сердечки. Вот на каждой паре сердечки. Но это так мило смотрится. Тем более они такие мягкие еще. Тут 5 пар. Обошлись они мне в 450 рублей. Состав тут 70% хлопка. Уверена, что эти носки мне тоже пригодятся, как и все мои там, сколько у меня уже пар, наверное, 100. Вот пополнение моей коллекции. Так, чуть-чуть прибралась, чтобы было удобнее показывать. Разберемся вот с этими покупками и перейдем к большому пакету. Так, давайте, наверное, с картины по номерам начнем. Смотрите, какая милота. Я, когда эту картинку увидела, поняла, что вот такая картина точно понравится моей подруге. Это подарок на 8 марта. Ой, ну как смешно этот котик выглядит. Надеюсь, что подруга будет в таком же восторге, как и я. И она будет с удовольствием рисовать эту картину. Так, следующая покупка, это уже для меня. Это набор резинок для спорта. Вы знаете, что я регулярно занимаюсь спортом дома. И вот я решила, что мне нужны такие резиночки для тренировки ног. Я очень долго выбирала. Там ассортимент весьма богатый. Это Сазона, кстати. Ну и на Валберес, я думаю, можно найти похожие. Расцветок туча, просто море. Материалов тоже море. И я выбрала именно тканевые. Мне кажется, они будут более долговечные, чем те, которые резинкой такие тоненькие. У меня были резинки, но они, к сожалению, при тренировке постоянно перекручиваются. Их так трудно расправить на ногах, то они сползают. Короче говоря, все, я не хочу с ними мучиться. И заказала вот такие. Тут в наборе три штучки. Я выбрала максимально неяркие цвета. Черный, серый и посветлее. Здесь вот самое легкое написано. Тут среднее и самое тяжелое. То есть нагрузка тут самая тяжелая будет. И смотрите, как классно. Тут даже есть вот такая инструкция, как ими пользоваться, этими тканевыми резинками. Классно, классно, что тут есть упражнения. Вот, смотрите. Я, конечно, и так знаю, как ими заниматься, но кому-то, кто не так искушен в тренировках домашних, такая подсказка точно пригодится. Вот тут сразу показано, как пользоваться этими резиночками. Даже словами объясняется, что зачем нужно делать. Эти резинки я купила специально для ног, потому что для рук у меня и так есть гантельки. Ой, мне нравятся, мне нравятся. Качество хорошее. Надеюсь, что они прослужат долго, стоили вполне недорого. Вот так эта резинка выглядит. Материал такой мягкий. А вот здесь, для того, чтобы не скользили они, ну или меньше скользили, здесь вот прорезиненная вставка. Девчонки, рекомендую такие резинки, мне понравились. Ну что, переходим к этому огромному пакету. Начнем, наверное, с самого первого яркого пятна, которое тут встречается. Я ходила в Ашан и не смогла устоять, купила Артему вот такие носки. Он любит пельмени, и я решила, что носочки ему понравятся. Тем более, яркие он любит и часто носит. Если вы смотрели распаковку адвент-календаря в прошлом году, который я в декабре показывала, вы вспомните, что я ему дарила там носки с хинкали. Он любит хинкали и пельмени тоже. Теперь у него и с пельмешками носочки есть. Стоили, по-моему, рублей 150, может быть, чуть-чуть дороже. Так, дальше. Ой, как хорошо, что я вот так взяла, а не дернула. Я совсем забыла, что здесь футболку. Я завернула в вазу. Представляете, дернула бы, и все, полетела бы малышка. Вот такую прелестную вазочку я купила в фамилии. Я на нее смотрела уже очень давно, но она стоила дорого, а сейчас по акции купила за 169 рублей. Хотя не акция, это скидка. А так она стоила рублей, по-моему, 400. Я ее купила специально для миниатюрных весенних букетиков. Вот буквально можно одну гвоздичку сюда поставить, и будет смотреться очень классно. Следующая моя покупка также из фамилии, и это футболка. И это будет очередной подарок одной из моих подружек на 8 марта. Совсем скоро мы соберемся. Пойдем в ресторан, потом в караоке. Но предварительно, конечно же, обменяемся подарками. И вот одна из подружек получит вот такую вот классную футболочку. Мне понравился и принт, ну и рисунок. И, конечно же, материал. Это чистый хлопок и оттенок. Смотрите, какой приятный. Мои подруге нравятся бежевые оттенки, и ей они идут, поэтому вот. Подарок она получит вот такую вот футболочку. Надеюсь, что она будет рада. Так, дальше. В Галамарте не устояло. Купила таки я вот этот цветочек. Если вы подписаны на мой второй канал, где я снимаю обзоры в магазинах, вы знаете, что я как-то показывала в одном из обзоров вот такой подсвечник, цветочек. И думала, купить мне, не купить. И, наконец-то, когда он стал уже со скидкой, так он стоил где-то 300 с чем-то, я его купила за 169 или за 179 рублей, уже не помню. Я решила, что все. В принципе, если я о нем думаю, если он мне так нравится, почему бы не взять? Там были еще и фиолетового цвета, но я выбрала себе вот такой розовый. Также в Галамарте приобрела такие носочки с лапками. Это тоже часть подарка подруге. Она обожает все, что связано с котиками. Кстати, еще кое-что про котиков. Тоже этой же подружки. Подарок идут вот такие леденцы. Это также из Галамарта. И вот тоже покупка из Галамарта и тоже этой же подруги. Это шопер. Смотрите, какой он классный. Я бы сама таким пользовалась. Очень мне понравилось и качество, и исполнение. Но так как у меня шоперов, наверное, уже штук 50, ну, конечно, утрирую, но 10 точно есть. Я решила, что себе уже покупать не буду, а вот подружку одарю. Тут я не сомневаюсь, ей точно понравится, потому что тут ведь есть котики. Это, конечно, не весь подарок, это только часть, но вот показала, что примерно буду дарить. Еще одна покупка из фамилии. Это футболка. Эта футболка уже мне. Люблю я фамилии брать футболки или одежду от Зарины. Там она чуть-чуть дешевле, чем в самой Зарине. Вот такая вот беленькая. Стоила 900 рублей. Если дословно переводить эту надпись, то можно перевести как дай любви или сердцу управлять, рулить. То есть советам своего сердца нужно следовать. Футболочка очень классная. Я уже примеряла. Она довольно длинная, но, думаю, можно будет узелком завязать на талии и носить так. Так, так, так. Еще кое-что из Галамарта. Я вот очень редко покупаю какие-то ароматы для дома, но тут не устояло. Знаете, просто по приколу решила понюхать, как пахнет вот этот аромат. И когда я почувствовала этот запах, я поняла, что этот запах у меня ассоциируется четко, знаете, с ароматом, который есть в цветочном магазине. То есть, когда я прихожу в цветочный магазин, я чувствую вот именно этот аромат. И он настолько мне запал в душу, что я решила купить такой спрей. Он из Галамарта. Это спрей для дома. Очень приятно пахнет. Его можно распылять просто, знаете, так, по дому, или в ванной комнате, или над мебелью. И вот такой аромат будет приятный дома стоять. Только хочу отметить, он не сильно стойкий, то есть, довольно быстро выветривается. Следующая покупка у меня с Азон, и это крем-краска для бровей. Я, наконец-то, нашла краску, которая идеально подходит по оттенку и по насыщенности. Я очень люблю яркие брови. Может быть, для кого-то это смотрится нереалистично, как-то ненатурально, но мне нравятся яркие. Они прям, знаете, освежают мой взгляд, поэтому делаю поярче и понасыщеннее. Вот фирма, даже отковыряла вам эту наклейку, чтобы можно было найти в поиске. Я себе выбрала седьмой оттенок. Мне эту фирму посоветовала подружка. Она себе купила, кстати, вот такой вот. Но она блондинка, и для нее такой оттенок был слишком-слишком темный. И поэтому она отдала мне тот тюбик. Я попробовала, мне подошел, и теперь я заказываю этот оттенок. Стоит, конечно, не сильно бюджетно, но хватает надолго. И не забудьте, что к этой краске нужно еще окислитель отдельно покупать, то есть смешивать. Следующую покупку я решила показать в коридоре, потому что у нее есть предыстория. Несколько лет назад я купила в L'Etoile вот такую вот помаду. 204 оттенок. И смотрите, до какого состояния я ее довела. Но тут уже просто краситься нечем. Вот она на последнем издыхании. Я решила, раз мне так нравится этот оттенок, нужно брать такой же. Правда, эта помада очень подорожала. Стоит, по-моему, рублей уже 600 или 650. Но оттенок настолько классный, настолько мне подходит, что пусть эта помадка теперь у меня будет, и я буду чаще ею пользоваться. Продолжаем обзор покупок. Да, они до сих пор не закончились. Тут еще куча всего. Итак, следующая покупка из магазина «Фамилия». Это две вот такие милейшие вазочки. Вот такая малышка стоила 89 рублей, а вот такая 99. Они из керамики. По-моему, это просто даром за такую красоту. Такие низкие стоимости. Я их купила для того, чтобы использовать на Пасху, потому что мне эти вазочки напоминают яйца. Ну, согласитесь, очень похоже. То есть, сюда можно поставить, например, вербочку или какие-нибудь пушистые сухоцветы, и вообще рядом будет смотреться очень мило. Так, вот следующая покупка у меня из Ашана, и это упаковочная бумага вот с такими вот нарциссами. Тут еще какие-то веточки, цветочки. Эту бумагу я купила для того, чтобы картину по номерам для подруги упаковать. Следующая покупка, она тоже из Ашана. Это чай зеленый крупнолистовой с ароматом земляники и маракуйи. Это дополнение к подарку вот к футболке. Тоже подружке моей уйдет. А, кстати, знаете же самое смешное? Когда у меня подружка вот та с носками, которая попросила носки, она мне сказала, мол, подари мне носки и пену для бритья. И посмеялась. А вы думаете, я шучу? Вот я подарю ей пену для бритья. Так что вот, не надо со мной такие шутки шутить. Конечно, прикалываюсь я. Это опять-таки шутка, но, по-моему, будет забавно, когда я подарю носки и пену для бритья. Так, следующее. Раз, два, три. Ну, как видите, да, я серьезно подхожу к подаркам. И так как подружек у меня много... Ой, ой-ой-ой. Ладно, ничего не порвалось. Подружек у меня много, так что нужно будет упаковывать подарков также много. И я купила каждой из них сладости. Ладно, не каждой из них, потому что одной из них я и так дарю сладости, только уже полезные. Вот такая вот красота. Это тоже из Ашана. Я вообще люблю такое печенье из Милки. Знаю, что оно вкусное. Так что девчонкам точно понравится. Так, дальше. Во что я буду упаковывать эти подарки? Ну, картина по номерам, естественно, в пакетик бы не влезла. Так что вот, будут упаковывать... О, Пух! Ты что? Ты же не такой! Ты же не как кот! Это кот может на стол запрыгнуть. Ты же воспитанная булочка. Кстати, Пух, да, он на стол обычно не запрыгивает. Странно, что он так поступил. Видимо, заинтересовало его тут что-то. Итак, во что я буду упаковывать подарки? Вот такие красивые пакеты. Также купленные в Ашане. Мне так понравился дизайн. Вот этот торчащий лепесточек, листочек, вернее. Смотрится очень красиво. Я, конечно же, купила вот опять-таки кучу-кучу-кучу пакетов. Вот какая красота! Знаете, мне иногда кажется, что я даже больше люблю подарки дарить, чем их получать. Еще кое-что, что идет в подарок. Вот, кстати, к этой кошачьей коллекции. Вот такой вот крем для рук. Мне кажется, тоже понравится этой девочке. Так, еще одна покупка. Это уже для меня. Это спонжики. 99 рублей за 4 штучки. Я их купила в фамилии. Ну, для того, чтобы макияж наносить. Тональный крем, консилер. Надеюсь, что мне понравится. Я обычно пользуюсь другим форматом, более тонким. Ну, может, этими удобнее, раз их постоянно везде продают. Ладно, попробую. Еще одна покупка из Ашана. Это вот такой шпагат. Он продается в отделе для сада и огорода. Но мы-то с вами знаем, что вот такой шпагат перед Новым годом будут просто с руками отрывать. Они будут стоить дичайших денег. Вот такой красный-белый шпагатик. Это прям ассоциация с Новым годом, с Рождеством. Поэтому, если вдруг вы не хотите вырывать себе волосы и бегать там по магазинам, искать такую штуку, ну, именно на Новый год, в декабре, там, в ноябре, вот сейчас заходите в отделы для сада и огорода. Там вот таких ниточек очень много. Кстати, видела, по-моему, еще в фикс-прайсе. Там даже чуть-чуть дешевле. Только я не помню, сколько там метров. Тут 60 метров. Я купила за 86 или 89 рублей. В фикс-прайсе стоит дешевле. Ладно, посмотрю, сколько там метров. Может быть, там и выгоднее получается. Тут мы с вами закончили, но тут есть кое-что интересное. Вот такая книга сейчас у меня появилась. И это подарок на 8 марта мне от моей сестры. Но этот подарок я нашла сама, выбрала сама. У нас с сестрой вообще всегда такая договоренность. Если мы видим что-то, что нам нравится, мы говорим друг другу. И потом договариваемся, как будем на что дарить. То есть я нашла эту книгу, она мне перевела деньги. И я сразу купила. Просто помню, я как-то показывала вам форму для запекания. Вот, кстати, вот эту. Мол, это подарок на Новый год от моей сестры. Я когда ее, мол, увидела, мне так она понравилась. И многие у меня спрашивали, а как, если это подарок, как ты увидела, как ты купила? Что-то не состыковывается. А все потому, что я вам просто в прошлый раз не объяснила. Мне вот понравилась эта форма. Я написала сестре, скинула ей фотографию. Она говорит, все, покупай. Я тебе деньги переведу, и это будет подарок. И я считаю, что это вполне правильно. Я вообще никогда не любила сюрпризы. Я об этом вам уже говорила. Поэтому мне проще договориться. Сказать, что мне нужно, что мне нравится. Там даже, может быть, ссылку отправить. Кстати, некоторым девчонкам, кто спрашивал, я отправляла ссылки на товары и говорила, вот мне вот такое вот на 8 марта было бы приятно получить. Или вот такое. Так что я ничего страшного не вижу в том, если люди договариваются о подарках. Ой, ладно, заболтала. Смотрите, какая теперь у меня книга есть. Я в этом году дала себе обещание готовить дома побольше и поинтереснее рецепты выискивать. И вот фамилия. Я увидела вот такую книгу. И я чуть-чуть ее полистала и поняла, что, в принципе, мне... Ой, неудобно, конечно. И, в принципе, мне нравятся рецепты. Они несложные. А вы знаете, что я не люблю заморачиваться. Не люблю много времени тратить на какую-то предварительную готовку. А тут все такое простенькое и вроде вкусное. Я решила, почему бы не взять? Почему бы и не купить? И вот сестра мне теперь на 8 марта подарила. Я так люблю картинки такие вкусные, аппетитные. Такое вот прям хочется готовить. У меня уже есть на книжной полке несколько книг с рецептами. Кое-что я из них уже готовила. Но слишком мало, да, соглашусь. Мне проще приготовить то, что я уже привыкла. Но надеюсь, что теперь я буду готовить больше. И еще с большим интересом и удовольствием. Так, а стоила эта книга 600 рублей. Повторюсь, купила я ее в фамилии. Ой, ну все, все покупки вам показала наконец-то. Могу этим пользоваться, подарки упаковывать. Кстати, если нужны ссылки на товары Сазон или Свайдбери, спишите в комментариях. Я, конечно же, вам оставлю. Да, Пухчик? Кто у нас булька такая? Ну, смотрите, просто батончик черного хлеба лежит.